Ты мама Леона или, как это сейчас правильно сказать будет, мама пальто из слова пацана, да? Да. Он для меня был всегда звездой. Конечно, много запрещенных слов. Сцены, курение, жестокие драки. Это для родителей, как они должны относиться к своим детям. Вы теперь с Антоном как плюс два идете, да, Леона плюс два еще. На самом деле это очень смешно. Мне он не нравился поначалу. Тише, тише. Я подумала, господи, какой же глупник. А у нас будет эксклюзив, получается. Получается, да. Убьют героя твоего сына. Значит, изначально пошел раскол где-то в семье, что ребенок не может прийти и сказать маме, папе, меня обижают. Легкие женщины, которые были в детстве долюблены, их сразу видно. Я не понимала, как можно любить кого-то больше, чем себя, какую-то другую женщину. Музыка. 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 Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чебыкина. Вы на канале не принято обсуждать. Если вдруг на наш канал не подписаны, сделайте это, пожалуйста. Здесь искреннее, душевное, доброе интервью. Все то, за что вы нас любите, уже почти семь лет. Вот, да, столько мы выпускаем наш проект. Спасибо большое тем, кто с нами все это время. Несложно догадаться по антуражу, что мы для этой записи поменяли нашу традиционную студию в Екатеринбурге. Балуем вас разнообразием. Приехали в наш любимый и ваш тоже Санкт-Петербург. Казанский собор, соучастник нашей сегодняшней съемки. И я приветствую мою прекрасную гостью Лауру Акимстач. Дорогая, привет. Очень приятный привет. Спасибо большое, что ты согласилась. Мы очень оперативно договорились об интервью. Я расскажу зрителям, как это было. Люблю эти истории. Прости, конечно, обо всем поговорим, но как я тебя нашла и как я в тебя втрескалась еще по фотографиям, по социальным сетям. Круто, что они сейчас есть и можно так через расстояние друг до друга дотянуться. В общем, я, как и вся страна, наверное, да, слежу за сериалом, который гремит, слово пацана. Смотрю за героями, какие-то видяшки попадаются в фотографии, читаю статьи, аналитику. И стала проваливаться после очередного какого-то видео в социальных сетях и попала на твою страницу. Ты мама Леона или, как это сейчас правильно сказать будет, мама пальто из слова пацана, да? Да. Слушай, вот это интересный такой момент, потому что, во-первых, у тебя огромное количество образований, мы коллеги, и факультет журналистики за плечами, и факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета, то есть не какие-нибудь там курсы. Более того, финансовый менеджмент в высшей школе экономики изучала, health coach, там множество, множество просто образований. Понятно, что интересная обширная биография, бизнесвумен давно, но я так предполагаю, что в последний месяц вот эта бизнесвумен, health coach, все это отошло на какой-то другой план, и ты стала, прежде всего, как будто бы мама Леона. Да. Так ли это? Абсолютно, ты абсолютно права. Что ты чувствуешь? Я не успеваю заниматься своей профессиональной деятельностью абсолютно. Клиенты, которые у меня есть, слава богу, понимающие люди, у них есть план действий на ближайшее время, и они лояльно относятся ко всему. Я сейчас полностью поглощена Леоном, так как я его еще и агент киношный. Класс. Да. Вот, но я не думала, что настолько сильно свалится вся вот эта вот громадная махина, так скажем, да, и такая ответственность. В первую очередь, у меня ответственность за своего ребенка, да, и за его психологическое состояние. Это очень непросто. Все поклонники, все фанаты, большинство дети, и я как мама тоже очень сильно проникаюсь к ним, когда мне пишут тысячные сообщения в директе, я уже там не говорю там про почту, как-то они узнают мой личный номер, и они просят контакт Леона. Все очень сильно расстраиваются от того, что они не могут до него достучаться, и у меня даже из-за них душа болит. Я очень сильно устала, вот тоже вот немножко от этой такой натиска. Сколько это длится уже? Уже вот... Это с первой серии началось? Ты знаешь, да, с первой серии. Это началось с первой серии, и все, и посыпались сообщения. Я свой директ не могу даже разобрать до конца. И Леону, конечно, тоже непросто, но он держится достойно, как я считаю. Все-таки воспитание и семья дает о себе знать. Знаешь, когда человек растет в правильных фундаментальных настройках, он и получается к какому-то сознательному возрасту более устойчивый, наверное, я бы сказала. В светской жизни больше появилось? Надо же, наверное, куда-то ходить, фотографироваться. Ты знаешь, мы пока вот немножко в стороне, так скажем, стоим, но у нас и так было достаточно много в светской жизни благодаря Антону, наверное, так как мы живем в центральных городах все-таки, да. Но вот на какие-то такие глобальные мероприятия пока стараемся не ходить. На следующей неделе, правда, у нас будет два выхода, не буду пока их освещать. Наши интервью будет уже после того, как это случится, и после финала сериала. А, ну хорошо, но на следующей неделе у нас будет такой выход благотворительный. Фонд это Жить Жизнь, религиозно пригласили открыть этот вечер. И я считаю, что мы очень такие социально-благотворительно ориентированы, потому что Антон у нас постоянно занимается, вот лагерь Тружный, наверное, ты это смотрела, да? Да, я смотрела его интервью, была глубоко этим поражена, ты знаешь, потому что для всей страны, я думаю, что и Антон там не обидится на этот, ну, это Антоха из реальных пацанов, это тоже закрепляется. Потому что такой яркий образ, такая яркая роль, и когда я готовилась к этому интервью, про вашу семью читала, он много как раз снимает детского кино, подросткового кино, продюсирует, и он работает с детьми с различными отклонениями и так далее, уделяя этому гигантское количество энергии и времени, это просто восхитительно. Про это нужно обязательно рассказывать, двигать эту тему. И как-то вот получается, что у вас вся семья, все ваши направления так или иначе пересеклись. Как-то во всем этом проекте, и все очень гармонично получилось. И вот поэтому мы, естественно, мы не могли не согласиться на подобное мероприятие, конечно. И такое более светское, это Fashion TV, тоже Леона пригласили туда, и нас с Антоном, естественно. А, вы теперь с Антоном как плюс два идете, да, Леона плюс два еще. Вот на самом деле это очень смешно. Буквально раз, так и все изменилось в одночасье. Вот какую-то номинацию мы там хотят вручить, пока что не знаем, какую. Одно из таких первых, наверное, его светских выходов, как Леона без нас. Да. Это будет вот такая история. Слушай, ну вот это интересный перевертыш, потому что в актерских семьях, в актерских династиях вот эта притча во языце. Дети, которые в тени своих родителей. Я говорю, у меня идут мурашки. Ты даже главный герой, да, Иван Янковский. Ну сколько нужно прилагать сил, сколько нужно демонстрировать талантов, чтобы оправдывать эту великую фамилию. И все вот из династии про это говорят, безусловно. У вас ситуация наоборот. То есть сын, который еще пару месяцев назад просто подрос, так классный, добрый, прекрасный мальчик, и вдруг становится такой суперзвездой. Ты чувствуешь, да, как это вот все просто перемещается. Он как это ощущает? Ему удалось это осознать? Что вы про это говорите? Он как-то настолько спокоен и ровный вот в этом всем. Ему хочется какими-то своими подростковыми историями заняться. Ему хочется просто пойти с друзьями. Хочется просто погулять и вообще не контролировать себя в 15 лет, что здесь нельзя это делать, тут нельзя то говорить. Тебя же могут увидеть, заснять это, отметят. И это может пойти вообще против тебя, хотя ты, в общем-то, ничего плохого и не сделал, да, но люди у нас такие, могут все перевернуть. Вот этот груз ответственности, он понимает. Я с ним разговариваю, с ним разговаривает Антон, и он очень хорошо относится и к Галле Стрижевской, это продюсер сериала, и к Андрею Першину. Оттуда тоже идет какой-то правильный посыл, настрой. Поддерживают его все вот морально. Поэтому в целом неплохо. И он слышит и слушает, что я всегда вот тоже отмечаю, или он такой слышащий человек, несмотря на свой возраст. Он всегда был старше как будто бы своих лет. Даже когда был совсем маленьким, понимал, как нужно, как не нужно, понимаешь, как достойно и правильно с точки зрения мужчины, и как неправильно. Отношение к женщинам, отношение к взрослым. Никогда не было за него стыдно ни за малыша, ни сейчас. А вот такой банальный вопрос, но ты помнишь этот день, когда ты поняла, что все, он звезда, а ты мама звезды? Не могу тебе сказать, что это как-то вот случилось. Нет. Он для меня был всегда звездой. Это как я для своей мамы, понимаешь? Как человека взрастили, то он и вкладывает в своих потом чат, правильно? Вот я для своих родителей всегда была звездой. Не важно, была красивая, некрасивая, умная, неумная. Я звезда. И я с этим выросла, и я ничего другого не могла дать своему ребенку. Он просто такой вот у меня был, и я даже не знаю, ну просто... Это как естественное, это просто как естественное продолжение. Это как будто естественный процесс, да. Понимаешь, это должно было быть в той или иной форме, неважно. Но получилось вот в такой форме. Вот сейчас, дорогие друзья, мы, конечно, поговорим обязательно еще про сериал и про финал, и чем закончится, потому что интервью выйдет уже после окончания сериала, мы все уже будем знать. Но я сейчас хочу вернуться как раз к Санкт-Петербургу, где ты родилась, поговорить про тебя, про твою семью. Я знаю, что ты очень большое внимание уделяешь изучению родословной. Да. Всех дедушек, бабушек, знаешь, чтишь все ветераны Великой Отечественной войны. Давай про это поговорим, потому что для меня это тоже очень-очень важная тема. И я всегда в наших интервью стараюсь уделять этому внимание. Да, конечно, мы возьмем эти громкие заголовки, чтобы люди кликали, смотрели. Но очень хочется их проваливать на глубину других смыслах, не только сиюминутного, хотя сериал прекрасен. И я вместе с вами также являюсь зрителем, который ждет каждую серию. Я со своим 15-летним сыном смотрю, мы все это обсуждаем. Мощные там посуды даются. Для тебя это Питер или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, Ленинград. Да. Город, где я родилась. Мой любимый город вообще на земле. Несмотря иногда, как говорят, погода, природа, грязь, слякоть. Серое низкое небо. Мы его таким любим. Даже мы, те, кто приезжают. А те, кто родился, наверное, вообще. Я всегда отстаиваю, я всегда там, когда мне Антон что-нибудь говорит, вот Москва, я говорю, Москва, это Москва, говорю, а Питер, это Питер. Вот это вот мой Санкт-Петербург. Антон вообще в Перми жил, а родился, мы знаем, где там, чуть ли не за Полярным кругом. Да, это для меня, конечно, такой глубокий и любимейший город. При том, что ты же очень много путешествуешь, то есть тебе есть с чем сравнивать. Ты не от голода это говоришь, от того, что ты ничего другого не видела. Я каждый раз возвращаюсь, я понимаю, что это мой дом. Вот где бы я сейчас ни жила, это мой дом. Я прихожу сюда, к себе домой, и я понимаю, что вот все любимое, родное. Ну и, конечно, моя семья тут живет, моя мама, сестры, братья, племянники, там, дяди, тети, да. Расскажи, как тебя воспитывали, потому что это особенный вот такой питерский, как вайп сейчас принято говорить, питерский стиль. И в Лионе это тоже видно на самом деле. И неудивительно, почему его взяли условно на роль вот этого хорошего мальчика, который потом выбирает другую дорогу, потому что он и есть хороший мальчик. И ты хорошая девочка в самом нормальном смысле этого слова. Вот это вот питерская какая-то интеллигентность, такое спокойствие, такое особенное отношение ко всему. Вот все из семьи. Расскажи про свою семью, про маму, папу. Чему тебя учили, потому что ты умеешь же структурировать уже это все за счет своего жизненного опыта, образования. Хочется то, что понять, как воспитывать классных детей. Ты знаешь, самое главное, как я считаю, это любить. Ну, любить детей. Я, конечно, была любимицей папы. Всегда он говорил мне это. Никогда меня папа не ругал вообще. И, видимо, это очень сильно отражается на детях, особенно на девочках, я считаю, я была всегда самой лучшей, красивой, любимой. Если, не дай бог, меня мама ругала, а я была счета оторвая. Я могла в детстве и шкодничать, и бегать. Я очень компанийская была, и друзей у меня было куча. И мама всегда была очень строга, она стражит. Десять вечера, если, не дай бог, там меня нет дома, она уже стояла и просто во все глаза смотрела. И я бежала бегом. Папа никогда не ругал. И если мама говорила, так, поговори с ней, вот она уже просто от рук отбилась. Нет, ну давай, это твоя, говорит, прерогатива. Я не могу ее ругать, она не будет меня любить. Он боялся, видимо, этого. Но, ты знаешь, всегда примерами еще какими-то вот таких крепких семейных отношений были мои бабушки с дедушками, которые прожили всю жизнь вместе. От, наверное, 18 лет, там 17, познакомившись там совсем в юном возрасте. И вот одни уже ушли, их нет. Вторые, один дедушка остался, бабушка, пару лет назад ушла из жизни. И он, конечно, сильно подсдал после того, как она ушла. Ему уже 89 вот будет. Но это были всегда теплые отношения, любимые, любимые. Я так еще смеялась в детстве, господи, думаю, вы старые уже, какие любимые, там, дорогой-дорогая, всегда поддерживали друг друга. Ну, это вот важно. Я видела это всегда. На бессознательном уровне у ребенка это фиксируется. Как норма. Да, как норма поведения, когда дедушка все для бабушки, когда он приходит, отдает ей всю зарплату. Ну, как бы это ни банально не звучало. Ну, вот какие-то такие теплые отношения. И, соответственно, и мама, и папа тоже в таких же отношениях росли в теплых. Поэтому я считаю, что и мне, и брату, и сестре они это передали. Ну, это очень вам повезло, потому что ты же понимаешь, вот я записала огромное количество интервью, тысячи, достаточно большая выборка. И вот счастливые, красивые, вот такие легкие женщины, которые были в детстве долюблены, их сразу видно. Вот начинаешь спрашивать про какой-то секрет, а он даже не в хорошем образовании, даже не в количестве стран, которые ты посетил с родителями, музеи. Это просто не пили, не били, любили, гладили по голове, говорили добрые слова, и между собой были человеческие теплые отношения. Это все, что нужно. Да, у нас вот всегда было так. Мы не стеснялись говорить друг другу, я люблю тебя, я люблю тебя, обнимались, целовались, дурачились. У нас это было вообще нормой абсолютной. Какие национальности примешаны в тебе? Потому что очень красивое имя, красивая фамилия, экзотично звучит. В интернете мало информации, я бы нашла, если бы она была. Поэтому у тебя из первых уст спрошу. У меня по маминой линии, значит, ее один прадедушка был армянином, второй прадедушка ее был аварцем, это кавказская кровь. Точнее, не прадедушки, это мои прадедушки, ее дедушки. Бабушке ее были обе русские. Одна донская казачка, другая сибирячка из Иркутска. А по папиной линии у меня одна бабушка была полька. Говорят, что я на нее похожа. Вторая бабушка была русская. Дедушка один был белорусом, второй немец. Кто я? Я, наверное, абсолютно русский интернациональный человек. У Леона еще больше кровей, получается, намешано. Его бабушка по папиной линии немка и шотландка. Дедушка русский. Я русский человек. Так считаю. Да, кем стоящая фамилия от моего дедушки. Это польско-белорусская фамилия считается. Прям корни конкретно мы еще не можем найти. Прям вот зерно, откуда это все пошло. Но со стороны как раз-таки Польши и Белоруссии. Потому что дедушкина мама, она была пани Мария и пани Лида. С каждым годом растет число психологических сервисов. Зигмунтонлайн, Альтер, ясно. Их посещаемость от 10 тысяч человек в месяц. Люди все чаще прибегают к помощи психологов. И, конечно, представители этой профессии востребованы как никогда. И это безусловное благо. Если у вас когда-то была мысль попробовать себя в этой мягкой, помогающей нише, сейчас самое время. Причем вам не придется учиться 4 года, что может многих оттолкнуть. Московский институт психологии обучает семейных, именно семейных психологов всего за 10 месяцев. Вы научитесь диагностировать супругов, определять кризисные ситуации в семейных отношениях, разбирать конфликты, возникающие у родителей и детей. Обучение проходит онлайн. Согласитесь, это самый удобный формат. Он включает в себя видео-лекции, вебинары и обязательно обратную связь от опытных коллег. Вы попадаете в новое, увлеченное психологией комьюнити сокурсников. Еще один плюс профессии – достойная оплата труда. Стартовать можно с 70 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата психолога в штате – 110 тысяч рублей. Пройти обучение от Московского института психологии могут как новички, так и профессиональные психологи в качестве повышения квалификации. По окончании вы получите диплом государственного образца и международное приложение к нему. Освоите профессию семейный психолог со скидкой 40% по промокоду, который видите сейчас на экране. Кроме того, институт обещает помочь и с поиском первых клиентов. Оставляйте заявку на сайте, получите полную программу обучения и задайте оставшиеся вопросы. Сейчас вы можете принять решение, которое изменит не только вашу жизнь, но и тех, кому вы сможете помочь как профессиональный семейный психолог. Дерзайте, желаю удачи и ничего не бойтесь. Если бы нужно было придумывать псевдоним творческий, лучше было бы не придумать. У Леона фамилия твоя, получается, то есть ты фамилию своего рода сохраняешь. Почему было такое решение принято? На самом деле, это такая банальная история, как будто бы мой первый муж, его женят, папа Леона, да, он решил взять мою фамилию. Ему настолько нравилась моя фамилия. Я говорю, слушай, конечно, я не против, давай. У него была абсолютно русская фамилия. Вот, поэтому он решил, что это будет красиво. И он сам хотел, чтобы у нас эта фамилия была. Это мощный, на самом деле, поступок мужской, но редкий. Редкий, конечно, редкий, когда все спрашивают, господи, в смысле? Я говорю, ну вот так получилось. И причем не то, чтобы ты настаивала, я твою не возьму. Нет, нет, он сам слушает, такая красивая фамилия, нельзя терять. Я говорю, ну да, давай. Я тоже так считаю. Папа Леона нет в живых? Папа Леона ушел уже, да, его нет. А Леону сколько было лет, когда папа Леон? Леону было 8 лет практически уже, да. И случилась такая, знаешь, история. Когда у человека уходит один родитель, человек начинает к другому относиться более трепетно, что ли, и чего-то бояться. Мы всегда были близки с самого рождения Леона. Это у нас, слава богу, не отнять. Как я ему говорила, ты мой кусочек. Ну да, это еще больше как-то, наверное, знаешь, сплотило нас, что ли. Я в социальных сетях смотрела твои посты Антона. Антон Леона сыном называет. Да. И это понятный статус, это абсолютно нормально. Вообще, я считаю, что любой вменяемый, здоровый взрослый человек легко принимает в новом браке, в новом союзе детей от предыдущих отношений. Для меня в этом вопрос вообще не стоит. Я массу девчонок знаю. Знаешь, это такой тоже стереотип, что если ты с ребенком или с двумя, с тремя, что это какое-то имеет значение. Абсолютно никакое. Миллионы людей женятся, заново создают союзы, рожают совместных детей, воспитывают детей от разных браков, живут одной семьей. Это все очень круто. Из того, что я в паблике вижу про вас, из того, что я посмотрела, это не просто такое название, это тоже очень близкие отношения. Это близкие отношения, да. Это близкие, дружеские отношения. И у них есть и свои секреты, естественно, которые не должна знать девочка, наверное, не должна знать мама где-то, потому что маму бережем. Есть очень много и дружеских, и профессиональных уже теперь. Очень близкие отношения, да. Вам, наверное, говорят, что вы все похожи между собой. Есть такие фотографии, ты смотришь, еще такие лица, вот по-хорошему детские, светлые, ты понимаешь, кто кому кем является. Прямо вот от вас-то ваши портретные съемки просто потрясающие. В Питере живете? Где ваша база? О, Боже, у нас просто вообще такая локационная вообще разброса по миру. Мы живем в Москве. Ну как, даже не в Москве, а в Дубае в основном, потому что там учится ли он? А, все понятно. О, теперь вопрос, как это совмещать со съемками. Совсем это ужасно. Это очень тяжело. И он учится там, я тоже много времени провожу там, и в России, соответственно. Я прилетаю каждый месяц сюда, и когда меня нет, к нему улетит бабушка. Очень тяжело со съемками. Но, слава богу, у нас такая лояльная школа. Они любят Леона, им нравится, что у них в школе учится такой, как бы, звездный парень. Да. Потому что благодаря тому, что там сейчас Леон учится, у них престиж поднимается. Очень много русскоговорящих людей хочет попасть в нашу школу теперь учиться. Как мне сказал Леон, мама, они должны нам просто... Доплачивать. Да, сами, говорит, доплачивать за то, что я здесь учусь. Поэтому это непросто, но мы как-то лоббируем. То есть, получается, он в школе учится в Дубае, чтобы это было все-таки такое международное адаптированное уже образование, это уже знание языков, чтобы потом мочь выбирать, в принципе, вуз любой, я так понимаю, обычно для этого делают. Понимаешь, просто, да, изначально, ну, до каких-то мировых вот этих катаклизмов событий, он хотел с малых лет сам хотел учиться за границей. Это, само собой, у нас получилось, вне зависимости ни от чего, потому что ему нравятся языки, у него прям реальная способность. Он очень с малых лет на английский. Я его, конечно же, отправила, когда ему было там еще 3,5 года. А потом он сам, знаешь, к 6 годам он мне говорит, мама, мне кажется, я должен учить китайский. Я говорю, хорошо. Потом, значит, поучил он китайский, там, года 4, 7, может быть, 8. Он захотел учить французский, потом немецкий. Ему очень легко все давалось. И ты знаешь, не скажу, что он до конца все в совершенстве выучил, нет. Но я поняла, у него структура, математический код языка в голове сложился. Потому что когда он еще был поменьше и изучал английский, французский и немецкий, мы были в Испании, и он как-то разговаривал. Он понял, как говорить на испанском. Он коммуницировал с ребятами на испанском, которые не говорили на английском. Я говорю, сынок, а как ты с ними общаешься? Мам, ну это же легко. Это же просто структура языка. И он мне начал объяснять, что это такое, структура языка. В общем, я-то стояла, хлопала глазами, говорю, молодец, молодец. Это так восхитительно, правда же, смотреть на своего ребенка, который в чем-то уже умнее тебя, и тебя превосходит. Да, я понимаю, что в этом он всегда будет меня превосходить. Знание языков. Это бессознательная какая-то способность мозга понимать, что строится. А все полиглоты, на самом деле, обладают вот этим талантом. И нам, людям, которые по 20 лет учат этот английский язык, никак не могут доучить, этого никогда не понять, конечно же. Да, да. Слушай, ну как теперь? Понятно, у него было понимание, что он хочет жить за границей, учиться за границей, говорить на разных языках, путешествовать, потому что и твой образ жизни тоже это предполагал изначально. Но сейчас... Ну, кстати, карьеру в кино как раз с легкой руки Антона же он начал в его фильме. А, Нормальный только я. Нормальный только я. Теперь вот такой грандиозный успех. Совершенно понятно, что все это, звездный статус закреплен. И точно, я уверена, сейчас есть уже предложение сниматься. И теперь стоит уже выбор профессии. Хотя в 15 лет иногда можно еще дать себе время на раздумья. Но вот у него теперь прямо прожектор такой освещает вот этот пульс кинематограф. Он уже принял это решение? Или это еще? А ты знаешь, он хочет, но я не думаю, что это будет прямо, знаешь, как путь его жизни. Да, всей. Ну, я как мама это чувствую просто. Но это будет в его жизни на протяжении, наверное, очень долгого времени. Решение поступать в профессиональный вуз какой-то еще не принято, потому что в школе учится Леону еще 3,5 года. Но связывать с этим свою жизнь он, наверное, планирует. До какого времени тоже пока сказать сложно. Потому что у Леона есть еще такие, знаешь, более фундаментальные... Что нравится ему еще? Ему нравится инженерия, всякая вот такая вот история, там, связанная со строительством, с моделированием, грандиозного и глобального. Вот, поэтому посмотрим. Пока все идет так. Я считаю, что жизнь такая переменчивая. Сегодня одно, завтра второе. И на протяжении всей жизни поддерживаю его во всех его увлечениях. Кто-то мне говорил, почему вот вы не продолжили плавание, например, Леону? У него были очень большие предпосылки, а в 6 лет его пригласили в школу Олимпийского резерва, но он не захотел туда ходить, потому что бассейн был грязный, вода холодная. Он придумал мне кучу причин, настолько-то такие прям правильные. И я поняла, думаю, да, действительно, мой сын. Ну, то есть ты такая же меняемая мама, которая, ну, ладно, не будет Олимпийского чемпиона, ну и ладно. Да, значит, не хочет человек, я не буду его насиловать, да. Поэтому вот все его увлечения я всегда поддерживала. Мам, я хочу там туда. Идем. Мам, ну, по-моему, я уже, вот, ты знаешь, немного поучился, чувствую, не мое. Я говорю, сын Оль, как-то вот, ты знаешь, на полпути мы все с тобой бросаем. Он такой, мам, почему на полпути? Я все, что мне надо было, отсюда взял. Я говорю, хорошо, идем дальше. Точно не по годам взрослый человек. Да, идем дальше, все. Не знаю, насколько это правильно и хорошо, человек не углубился и не достиг ядра земли, там, да, в каком-то определенном. С другой стороны, много пробую. Знаешь, в 40 лет я знаю людей, которые... Начинают. Начинают, еще ничего не попробовали, еще не поняли, кем они хотят стать, когда вырастут. А он за свои 15 лет, я даже не могу тебе сказать, чем он не занимался. И гольф, и верховая езда, и теннис, всякие единоборства, я уже не помню всех названий. Довольно-таки спортивный у меня парень. Но он и выглядит так. И он рост там, насколько у тебя выше? Боже, я метр 61, а он метр 82 почти, что уже... Да, да, да. 15 лет. 15 лет. Когда он уже перерос в меня, причем прилично, он так вот обнимал меня, говорю, господи, какой ты у меня маленький. Это было так миленько. Ну, невероятно. Конечно, мама-сын, это все-таки особенная роль. Так же, как и мама-дочка. Материнство само по себе прекрасно, но вот есть такие, да, две ветки, такое разграничение, я понимаю тебя, потому что... Сама мама-сын. Да, сама мама-сын. Я бы не отказалась, наверное, и от дочери. Такого опыта у меня нет. Я уверена, что это прекрасно. Но пока имеем то, что имеем, поэтому с этой своей колокольни и рассуждаем. Слушай, ну вот это же такой сейчас вот эффект прямо ласкового мая. Вот песни звучат в сериале, когда сейчас ломятся и девчонки, и мальчишки, и их родители в школу, где ли он учится. Очень тяжело остаться вот в этой ситуации свободного выбора, когда я хотела быть инженером, допустим, и я это попробую. Все-таки такое давление вот этой звездности. Даже не могу представить, как он вот может справляться. Но это круто, что вы так немножечко отстраненно на это смотрите. думала ты вот знаешь про вот эту раннюю славу. Ведь много же очень примеров актеров, начиная от Макалея Калкина, и потом жизнь, она под откос идет, потому что перенести славу, деньги, признание, востребованность, а ты вырастаешь, у тебя даже типаж меняется, и ты можешь уже никому не пригодиться. Сколько в этом опасностей, или ты думаешь, что минует вас сия чаша, потому что вы так очень осторожно к этому относитесь. Ты знаешь, надеюсь я, что это нас минует, честно говоря, и я как мама приложу все усилия. Ну то есть вот эта вот идея, доучиться спокойно, выбирать вуз, не бросаться. Он сейчас снимается в каком-то проекте? Пока что нет, потому что мы решили взять паузу, точнее, и он тоже устал. Были предложения, но... Отказались. Отказались пока, да. Не настолько сильные сценарии, знаешь, или он сам такой человек, что он говорит, нет, я не хочу в этом заниматься, гнаться, за славой, условно, за деньгами, за большими проектами. В этом плане он у меня очень, как бы, наверное, похож на меня. И, слава богу, знаешь, ну, рост в такой семье, в атмосфере, где не нужно было думать, как зарабатывать, как выживать, там, что-то еще, знаешь, ну, спасибо Вселенной. Да. Так и есть. В состоятельной семье, в образованной, ты можешь позволить себе заниматься тем, что ты хочешь. Да, ну, многие люди в таких семьях становятся, тоже, знаешь, не на тот путь стоит, просто тут вот важно направить. И я считаю, что все-таки у него есть какой-то фундаментальный такой, знаешь, базис, который помогает ему и внутренне тоже держаться. Ну, я говорю, что я не дам ему расслабиться. то есть сейчас пройдет вот череда событий, мероприятий, и он просто вернется в школу и продолжит ходить в школу. Да, абсолютно, да. Сдавать там соответствующие тесты, экзамены и учиться до окончания еще три года, как и все обычные подростки. Да, абсолютно. Ну, может быть, там будут какие-то небольшие, может быть, истории какие-то, может быть, съемки, что у нас классно, проекты какие-то. В школе классно, у нас очень большие каникулы. Среди года, там, по месяцу, вот сейчас у него месяц каникул, целый декабрь, ну, потому что они учатся до июля месяца. Поэтому в течение года есть возможность совмещать даже не в ущерб школе работу какую-то. Такая возможность есть. Тоже, я думаю, что он ей воспользуется. Я читала о том, что родители Ани Пересильд читали сценарий, визировали все сцены, чтобы было понятно, что будет говорить она в кадре, чтобы не травмировать, чтобы уберечь, потому что оба родители, да, грандиозные представители профессии. Как было в вашем случае? То есть, кто принимал окончательные решения коллегиально? Вы читали сценарий все вместе, каждую сцену выверяли, был ли какой-то контакт со съемочной группой, что вот это перебор, вот это мы не будем делать. Как это было организовано изнутри, из того, что можно рассказать? Из того, что можно рассказать. Ты знаешь, случайно наткнулись мы, в принципе, на этот сериал, на эту роль. Вообще, мы с Леоном сидели в кафе с его друзьями. Да. И я листала ленту в Инстаграм и смотрю, у Саши Петрова, значит... А вы с Сашей друзья? Да, Антон очень дружит с Сашей, ну да, и, соответственно, я смотрю, ты знаешь, картинка такая у Саши, и пацаны стоят. Просто пацаны, написано, что вот ищут подростков в сериал, и я понимаю, что это... Вот они сидят. Да, это интуитивная какая-то история. Я понимаю, что вот это... Ну, Леон, это просто вот это Леон, я просто вот вижу. Я ему начинаю предлагать, а он отказывается, потому что, да, после съемок в «Нормальном только я», он сказал, что нет, это такая тяжелая история, вообще не мое. Я вот пахать, как он сказал, так не собираюсь. Это чтобы вы не думали, что в кино сниматься легко. Нет, это очень адский труд. Это очень тяжелая работа. особенно для детей. Все-таки я его говорила. Мы тут же засняли видеовизитку, я им на айфон, и я просто написала, ну, Саша стал там координатором, я написала туда, потом Антон мне позвонил, я ему рассказала, он говорит, слушай, я знаю там, кто продюсер, позвоню, узнаю. А они уже знали, я так поняла, что-то про мальчика, про моего. Вот. И пригласили его сразу на кастинг. И как-то, ты знаешь, интуитивно мы понимали, что проект классный. Потом, естественно, нам прислали сценарий, после того, как Леона утвердили на роль. То есть ты вообще на импульсе, на материнском даже все это почувствовала? Конечно, много запрещенных слов. Конечно, есть там сцены курения, там, и вот эти жестокие драки. Все это есть, но когда мы прочитали весь сценарий, и мы прям настолько, знаешь, я, как мать, как родители, прониклись, какое-то показательное все. Это для родителей, как они должны относиться к своим детям, не упуская ни одной возможности, ни малейшей, пусть немного, но качественно. У нас вообще сомнений возникло. Мы за двое суток прочитали восемь Талмудов, не отрываясь, просто вот... Проваливаешься в эту историю. Проваливаешься, Антон просто сидел и говорил, господи, мне бы тут какую-нибудь роль сыграть. Но настолько это было мощно. Поговорили с Леоном. Леон тоже все перечитал, естественно. Мы обсудили вот эти сцены с Ницерт-Нурной там речью. Ну, он как-то вот это здраво к этому отнесся. Говорит, блин, да нет, классно же, говорит. Во-первых, это жизнь. И все подростки точно знают эти слова. Более того, они все их употребляют в той или иной форме. У меня с сыном были такие разговоры, то есть материться при мне нельзя, при бабушке, дедушке, при учителях, при старших. Как вы между собой общаетесь? Это ваше дело. Это ваше дело, потому что там важно занимать вот эту роль определенную в этой иерархии. Глупо этому сопротивляться, глупо это отрицать. Абсолютно. Я так же считаю, типа, ой, мой мальчик не матерится. Да, он интеллигентный человек, он не будет это делать в обществе взрослых. Друзья это друзья. Там это ваша история. Тема секса, конечно, максимально табуирована в нашей стране, тем более в публичном пространстве. За ней тянется стыд. И даже в кабинете у специалиста многие женщины чувствуют себя скованы и боятся рассказать о своих проблемах и заболеваниях. А ведь заболевания бывают очень распространенными, такие, например, как генитальный герпес. И многие не знают, что любой человек подвержен риску заражения вирусом герпеса. А что делать, если вы уже заражены? Я хочу рассказать вам о комплексном подходе к лечению этого заболевания. Среди различных схем и видов лечения есть вариант использования противовирусных препаратов. Кагоцелл – это современный противовирусный препарат, который в комплексе с основным лечением помогает бороться с генитальным герпесом у взрослых. Включение Кагоцелл в базовую схему лечения, это ацикловир и валоцикловир, позволяет сокращать частоту и длительность обострения герпеса и уменьшать тяжесть симптомов и воспаления, что важно для комфортной жизни. Применение Кагоцелл во время обострений может облегчить протекание болезни, способствуя более быстрому снижению выраженности симптомов, таких как дискомфорт, зуд и жжение. Кагоцелл – лекарственное средство и у него есть противопоказания, поэтому перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. С инструкцией по применению, точным составом продукта и дополнительными преимуществами можно ознакомиться на сайте. Ссылка в описании к этому видео. Девчонки, берегите свое здоровье и ни в коем случае не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Будьте здоровы, мои хорошие. Обнимаю. Ну, как ты относишься к тому, какой резонанс вызвал этот фильм как раз у взрослых людей? Там обострились и родительские комитеты, и какие-то депутаты, защита кого-то от чего-то. Две полярные точки зрения, что это обязательно нужно показывать, вот смотрите, как это кроваво, жестоко, и никакой романтизации в этом нет, наоборот. Что ты думаешь? Это романтизация насилия или это исторический, какой-то эпос, или это, наоборот, назидание, как не нужно делать твои отношения? Я считаю, что здесь есть момент исторического и как раз-таки назидание. Это кино для взрослых людей, и кто вот начал говорить нехорошо про него, просто люди, знаешь, наверное, мыслят по-разному. Да. И жизнь их, к сожалению, тяжелая. Здесь вот, как я уже сказала, про то, как не надо, и чтобы умным людям поспасить зерно, а хорошо бы мне посмотреть на своего ребенка. И не гнаться за деньгами. Да, мы, конечно, не можем без них жить, у нас мир такой. Но пусть, как я уже говорила, немного, но качественно мы уделяем время. Не нужно, конечно, там, в 14-15 лет, мы уже настолько не нужны своим детям, чтобы, знаешь, их укачивать. Я здесь на съемках, у меня ребенок один там на хозяйстве. Понимаешь? Ну да, абсолютно. Но он знает, что ты его мама, он знает, что всегда ты придешь на помощь, он знает, что в любой ситуации можно положиться, вот есть человек близкий, родной, просто. А сериал показывает о брошенных детях. О брошенных детях, и тут, наверное, еще как бы такой нюанс, надо подумать, почему эти несчастные родители, им так приходилось жить. Не то же, ведь не просто так. И сейчас, возможно, много таких семей, которым приходится выживать, и дети брошены. Это вопрос уже, знаешь, наверное, в другое русло. Да, и это вопрос к нам, ко всем, ко взрослым, что у тебя в семье. Вот на момент записи этого интервью, сегодня выходит седьмая серия, вот мы все ее ждем, но шестая серия, там такой, как будто бы открытый финал, героиня Ани Пересильта, выходит на балкон, и, ой, не думай. Да, я тоже. Но у нас сбросятся с этого балкона, это совершенно понятно. Но там же сцена перед этим с мамой, когда она приходит, и когда вот тут все решается. Я не могу тоже. Когда вот тут все решается, вот она ей вот так этот суп подаст, или она ее обнимет, и скажет, что бы ни было, я всегда с тобой. И вот для меня это самым, кстати, сложным моментом было про отношение к женщинам. Вот мы с ребенком все проговаривали из того, что видели в сериале, но вот этот момент изнасилования, и когда теперь ты не имеешь права с этой девочкой ходить, иначе ты всех нас опозоришь. Это, конечно, сложно, да, современному человеку, не состоящему ни в какой банде, осмыслить и осилить. И потом родители не принимают, от того, что мы все друг друга не принимаем, и некому поплакаться, обратиться. Все. Все. Брошенные дети. Поэтому тут мое мнение с твоим абсолютно совпадает, что это назидательный урок для нас всех. Но другое дело, что детям не запретишь смотреть, и как раз противники сериала говорят о том, что если взрослый человек сделает правильные выводы, то подросток может захотеть вступить на тот же путь. Что Леон говорит на этот счет, что его друзья говорят. Как ты чувствуешь это из подростковой именно среды? А ты знаешь, и Леон, и все его друзья считают, что как раз таки, ну, сознательные, видимо, ребята, что здесь вообще абсолютно показано то, как нельзя. Потому что нужно досмотреть все до конца, чтобы понять, к чему привезет это все, эта вся вот романтизация. Убьют героя твоего сына? Не буду говорить. Можно? С Леоном будет все хорошо. Ну, в рамках... Да, нет. В рамках того, что... Нет, нет, нет. Его героя нет. Его герой жив. Да. Но там много других героев, к которым мы прикипели, и которым ты тоже симпатизируешь. Я не целиком, но практически, вот готовясь к интервью, прочитала книгу. Автор Роберт Гараев. Ну, это вообще книга такая документальная, это большое исследование. И если я правильно поняла из книги, то как раз Леон играет вот этого автора. Потому что то, что он жив, и он был консультантом фильма, это дает как раз нам, да, надежду, что вот эта ниточка будет протянута. Там он много пишет про то, как можно было и были способы выйти из группировок, выйти из банд. Это тоже усилие воли. Иногда это через деньги, через каких-то там авторитетных людей. Это очень страшно читать. Это страшно смотреть. Страшно осознавать, что осколки этого до сих пор остаются в разных видах. Но я считаю, что искусство призвано поднимать эти вопросы. Значит, давайте не будем снимать про Великую Отечественную войну, потому что столько крови, смерти, насилия и несправедливости. Ну, где еще поискать? Поэтому тут вот мнение однозначное. Наши комментарии для вас открыты. Пожалуйста, без оскорблений, без перегибов, но вы можете писать свое мнение, что вы чувствовали, когда смотрели сериал. Если у вас есть дети, подростки, смотрите вы вместе с ними, что вы обсуждаете, какие вопросы они вам задают, что вы им говорите. Давайте попытаемся в наших комментариях, я верю в вас, интеллигентные, образованные, глубокие зрители у меня, мы точно сможем оттуда выдернуть рациональные зерна, то полезное, то здравое, что можно прорастить в хорошее. Потому что, очевидно же, насилие рождает насилие. Если в какой-то момент остановить вот этот поток там желчи, негатива, агрессии и перевернуть его во что-то другое, то и потихонечку можно будет и мир, честно говоря, изменить. Поэтому сериал смотрим вместе с вами. Посмотрим, когда выйдет это интервью либо в день финала, либо на следующий день, либо около того. И у нас будет возможность с вами вот эту ветку комментариев продолжать обсуждать, чем закончилось, справедливо это или нет, а вы чего ожидали? Слушай, хочу вернуться к семейным вот таким ценностям. Много мы в наших интервью поднимаем тему ну вот таких отношений не на всю жизнь. Вот ты сказала про бабушку и дедушку. У меня тоже бабушки и дедушки всю жизнь вместе. Мы родители всю жизнь вместе. У меня, к сожалению, не получилось. То есть я не так давно развелась. Это все было интеллигентно, максимально чисто и благородно из всех возможных вариантов. Прекрасные у нас сейчас отношения с благодарностью друг к другу за долгий, счастливый на самом деле брак, но это все равно не навсегда. Вот у меня к тебе вопрос про то, как не утратить веру в любовь, даже если не получилось с первого раза. И для Антона это тоже не первое отношение, он публичный человек, все знают, что тоже там супруга была, есть ребенок. И как двум взрослым людям, у которых, возьмем наших зрителей, у кого-то один раз, у кого-то два, у кого-то три раза уже не получилось, встретившись, вновь доверять, вновь испытывать вот эту романтику без опаски, без оглядки, или она какое-то время была, и ты потом только отпускаешь себя. Давай, поделись, пожалуйста, отпускаешь, наверное, вот этот вот, как ты говоришь, страх, вот эту вот оглядку. Со временем... Не сразу, да? Не сразу, да, не сразу. Во-первых, не сразу начинаешь, наверное, задумываться о серьезном уже, будучи во взрослом возрасте. Не примеряешь на себя чужую фамилию, как это там 15-20 лет. Со временем начинаешь просто доверять человеку, когда, ну, в нашем случае мы всегда разговариваем. У нас разговоры, это важно, и это помогает, наверное, сблизиться, это помогает решить какие-то конфликты. Не без них, конечно же. Все же люди. И вот когда вот это вот происходит, когда тебе с человеком настолько просто и хорошо, и иногда даже не нужно говорить, потому что человек тебя понимает, и ты знаешь, какой бы ты ни была, каким бы он там ни был, вы всегда найдете способ поговорить и решить. Вот в наших отношениях разговор это самое важное. И, наверное, благодаря ему мы вместе, мы находим компромиссы. Это дает возможность любить человека, потому что, как я уже говорю, с возрастом мы любим за другое. Абсолютно точно. Вот. И уже это более какие-то, наверное, зрелые чувства, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что все вот, вот эта вот семишура, важное, что внутри. В вашем случае это тяжелее, потому что у тебя статус высокий, там, и финансовый, и бизнесовый, и так далее. Антон известный человек, тоже состоятельный человек. Тут, знаешь, вот это вот отделить. Вот такие, раз вас совмещают, ой, прекрасная светская пара, все, картинка сложилась, а нужно там не торопиться. Кто из вас к кому больше совершал вот в начале отношений такого движения? Антон, конечно. Все-таки мужчина должен. Он даже говорил. Мне он не нравился поначалу. Ты шутишь? Да, я не шучу. Так. Мы познакомились, я не знаю, рассказывали где-то. Это был 2016 год, и Антон был ведущим на дне рождения моей подруги. И он все как-то так выступая, приглядывался, значит, ко мне, ну, ничего. Мне он, конечно, не нравился, просто ведущий, просто на мероприятии. Ну, они были тоже знакомы, они из одного города, вот, условно. На следующее мероприятие он тоже какую-то там активность вел. И это на следующий год. Через год она тоже пригласила их, его там, еще ребят некоторых, уже как гостей. И вот он, видимо, набрался смелости спустя два года. Ну, ничего себе, он возревал-то два года, это очень долго, классно. И пригласил меня потанцевать. Но он думал, что я там с другим молодым человеком, почему-то ему так показалось. И так это спросил у меня еще, и я подумала, господи, какой же гопник. Я думаю, боже мой. Прости, мы это не ставим обязательно. Все можем вырезать из того, что ты захочешь, но это обязательно ставим. Ты знаешь, и я такая, ну, он это знает, что я про него так подумала. И он... Хотя он даже никакой не гопник. Но ты знаешь, он вел себя так, он пытался произвести на меня впечатление как-то по-дуракски. По-дуракски немножко. Да, вот это вот все. Условно, вот потанцевали, он там несколько раз после этого мероприятия приглашал на свидание. Я один раз позволила ему прийти, мы были там с подругами в ресторане, он пришел, и опять себя странно вел, очень странно себя вел. И мои девчонки сидят, говорят, Лаура, ну нет, это же не твое. Я говорю, нет, это не мое. А так красивые истории часто начинаются. Да. И все, и потом как-то вот общались, общались, но я его так немножко опять слила. Как ему удалось переломить? Был какой-то один поступок или разговор? Он приглашал все время на свои спектакли, но я не могла, я вечно где-то была, и я отправляла своих девчонок, и я говорю, слушай, вот могут эти, могут эти, и все там, многие, кто уже переходил на его, значит, спектакль. И в какой-то момент он мне пишет, вот, слушай, будет спектакль, не хочешь? И так получилось, что я в Москве думаю, ну ладно, схожу. Я пошла, сходила на спектакль, как-то он отыграл, и мы вышли, и он пошел провожать меня, и мы шли, и просто вот мы болтали. Другой человек. Он был другим человеком, да. Вот этот вот разговор, было тепло, конец апреля, по-моему, что-то такое. И вот, понимаешь, вот этот вот разговор, как-то я поняла, что он настолько-то, он очень даже интеллектуальный, он вообще умеет говорить, умеет поддержать беседу, он очень много знает. Для меня это важно, чтобы мужчина был интеллектуально развит. Это сто процентов. И вот этот разговор, он как-то все переломил. И мы стали общаться, и потом почему-то Антон решил, что мы встречаемся. А ты так не решила? А я еще тогда так не решила. Слушай, ну обычно, вообще-то происходит наоборот. Это знаешь, когда гражданским браком, ну, все сейчас напишут, что нельзя говорить гражданский брак, но вы понимаете, про что речь. Но мы сейчас пока что живем гражданским браком. Да, не расписаны официально. Да, а когда передача выйдет? 21-го. Блин, это собираетесь. А, ну да, мы до этого распишемся уже. Серьезно? Да. У нас будет эксклюзив, получается. Получается, да. Класс, я вас поздравляю. Но когда еще не расписаны люди, мужчина обычно говорит, что он холост, а женщина говорит, что она замужем. А у вас было наоборот. Так, а кто думал, что вы встречаетесь? Да, а я говорю, ну как бы мы уже еще не встречаемся. И вот так вот, вот как-то, знаешь, плавно-плавно он какими-то своими поступками заставил меня его любить. Да. И вот это важно. Он сделал все так, что он стал моим близким, родным человеком, моей семьей. Для меня это очень большое слово. Конечно. И он это все знает, и я ему это все озвучиваю, потому что я говорю, мы много разговариваем. Как он сделал тебе предложение? О, боже. Это было очень, не очень. Это было давно, это было года три назад. И ты его все это время мурыжешь? Ну, я не готова как-то психологически бывать. Обалдеть! Это как дело носит правда. Миллионы девушек мечтают оказаться на твоем месте, не только конкретно женой Антона быть, имеется в виду, а вообще снова быть в статусе жены. Мы ехали куда-то в машине на мероприятие. И вот он мне, ну что, ну что ты подумала? Я говорю, ну не знаю, ну ладно, говорю, хорошо. Вот. Это было примерно так. Он вытащил из меня это признание. Ну, это как самое обрадельное, привлекательное. Как сказал Лароша Фуко из двух любящих, один любит, а другой позволяет. Ну, то есть в твоем случае ты позволила себя добиться, позволила себя любить, приблизиться, и только потом согласилась. И только потом полюбила. И только потом полюбила. Да. Ну, симпатия, конечно, была, естественно, но я говорю сейчас о глобальном чувстве. Конечно, конечно. Оно пришло... Ну, это взрослое, это уже взрослое, это тебе не шуточки, и не просто фоточки в социальных сетях, кстати. Получается, ваши фотографии стали появляться совместно, значительно позже, чем вы стали встречаться. То есть там разрыв там года 3-4 выходит. Ну, это очень мощно. И если я правильно услышала, получается, какое-то количество лет ты, являясь такой красивой, светской, востребованной, ну, не была в серьезных отношениях. Как минимум, была одна. Да. Занималась собой, сыном, здоровьем, бизнесом, путешествиями. Расскажи, пожалуйста, про это состояние, потому что у нас большая женская аудитория, и часто девчонки, они мне сейчас этот вопрос задают. Вот как быть одной, как не отчаиваться, как жить свою жизнь, ведь вроде бы статус жены, статус женщины внутри семьи, он такой преобладающий, главенствующий для всех. Многие просто не представляют, тем более, несколько лет быть одной. Ну, казалось бы, все при тебе, а рядом нет мужчины. Как ты эти периоды проживала? Были какие-то моменты отчаяния, или ты всегда чувствовала себя хорошо? Ты знаешь, я всегда себя чувствовала хорошо. Это здоровая психика, сразу же. Да, честно сказать. Справки могу тебе выписывать. Никогда у меня не было периодов отчаяния, никогда я не думала, что я останусь одна, что там ребенок, это помеха. Никогда. И я даже не знаю, какой вот совет дать, вот мы уже вначале говорили, когда ты внутренне чувствуешь себя уверенно, и ты не понимаешь, какой совет дать, это как будто просто есть у тебя, и все. Вот у меня очень тоже девчонки, мои подружки спрашивают, вот как, как? Я говорю, вы знаете, в момент, когда есть какое-то затишье, сконцентрируйтесь на себе. Возможно, это момент, чтобы подумать о себе, больше внимания уделить себе. Возможно, вы не готовы. Возможно, где-то нужно что-то поправить внутри, вырасти как-то. И тогда придет человек, когда ты не ждешь ничего. Когда ты не ждешь, тебе и так все хорошо. И тебе Господь и Вселенная дарят просто, потому что, блин, ты такая молодец, у тебя все классно. И вот на тебе еще подарочек. Ну, то есть вот это внутреннее женское счастье не должно зависеть от наличия или отсутствия мужчины? Нет, конечно, не должно. Ну, это мое личное мнение, что женщина должна, ну, возможно, как и любой другой человек, чувствовать себя внутри здоровой, красивой, уверенной, и не цепляться за какие-то внешние обстоятельства. Я всегда такая была, и я этому очень рада. Это идет все от корней. Я всегда была такой, я этому не научилась. И когда меня просят научить, научить трудно. Нужно с этим вырасти. Отношение к себе, отношение к людям, отношение к мужчинам, оно идет все равно изнутри, абсолютно. Может быть, конечно, я считаю, что можно этому научиться, но для начала нужно в себе совершить такой переворот, если у тебя этого нет, нужно с себя начинать. Все, что мы хотим видеть вокруг себя, должно начинаться изнутри. И люди, и события, все идет изнутри. Ничего невозможно придумать, вот если ты не готов к этому. Ну, конечно, это будет, знаешь, такой колосс на глиняных ногах. Без фундамента это нельзя построить ничего цельного. Фундамент, он, конечно, только внутри. Вот эти какие-то опоры. Расскажи, пожалуйста, про то, из чего состоит твоя жизнь, помимо твоих прекрасных мужчин. Потому что ты про Антона немножко поговорили, про Леона, конечно, поговорили. У тебя бизнес, связанный со здоровьем, и ты много лет этой темой занимаешься, но, тем не менее, начинала ты как раз с факультета журналистики, с факультета психологии, дальше финансовое образование. Как вот была вот эта трансформация, это же тоже поиск, это отчасти похоже на то, что ты про Леона рассказываешь, сколько всего ты потрогала, поперепробовала. Как вот была эта трансформация? Ты знаешь, в факультете журналистики почему случился вообще изначально? Первое, я закончила музыкальное училище по классу вокала вместе с братом, со своими. Он пошел в консерваторию, а я встретила Леона Папу. И меня тоже брали в Гнесинку. Но он был настолько против, а я была настолько молода, что я поддалась. Говорит, ну, чем тебе журналистика, не творчество? Ну, я подумала, ну, действительно, я пошла на факультет журналистики, прекрасно отучилась и реально любила все, что связано с профессией. Работала в пиаре какое-то время, вот в какой-то момент поняла, что, ну, вот не мое немножко, именно, знаешь, система. Я не могу жить в системе. Это очень сложно для меня. Свобода, хочешь быть. Да, и почему я пошла в высшую школу экономики? Я решила, что мне нужно свой бизнес организовать. Я очень вообще профан математики во всех этих финансовых делах. Я думаю, нужно пойти, чтобы самой как-то что-то понимать. Поэтому я отучилась на финменеджменте. Я организовала свое дело. У меня была сеть небольшая цветочных магазинов в свое время. Очень, как бы, как будто бы красивая история, но безумно сложная. Очень сложный бизнес. Да, это очень сложный бизнес для женщины, для девушки тем более. Когда, ладно, там один магазинчик и ты сама флорист, это классно. Когда у тебя есть уже небольшая сетка, это тяжело. Это логистика поставки, это все время где-то что-то на таможне застряло. Я просто с девчонками, кто бизнес имеет, этот знаю. Это очень не женская сфера. Очень не женская сфера. Я протащила ее довольно-таки долгое время, там до 2014 года. у меня оказалась недобросовестная управляющая. В общем, мне пришлось все закрыть, и на какое-то время я решила, что вот все, господи, я устала, я устала, я хочу отдыхать. Я стала как бы вообще просто какой-то, возможно, не помню, года полтора, наверное, просто жить. Но потом все равно мне захотелось что-то сделать, и я открыла клинику. у меня была клиника небольшая с лабораторией, потому что все равно вот тема здоровья хорошая. Всегда меня тяготила. У меня мама, связанная с медициной, сестра тоже врач, бабушка, химин-биолог, дедушка-фармацевт. Тут очень все близко было мне. Клиника тоже неплохо, успешно работала, но тяжелая история клиника, большая ответственность. Когда приходят пациенты, я была все равно там директором, в общем, тоже я ее немножко свернула и просто сдала варианты другим людям, у которых сеть там тоже небольшая, своя. Получается, ты всегда от внутреннего состояния действуешь. Если ты чувствуешь, что тебя это передавливает, и это больше дискомфорта вносит, чем удовлетворение, ты отказываешься. Я отказываюсь, честно. Боже, какая ты умница. Я не могу себя насиловать. И случилось еще, когда была клиника, случилась еще вот физиология моя, моя такая любовь, радость. Хотела просто для себя сделать, и получилось немножко, так сказать, обширнее. И это уже такая история, которая работает, от которой я наслаждаюсь. Конечно, мне пришлось переехать из Петербурга, к сожалению, потому что я сама занималась своей физиологией всегда. Но ухожу туда. Это фитнес-студия, правильно вы говорите? Это фитнес-студия, ну, там и силовые, есть тренировки, там есть и косметология. Но вы же, получается, соединяете как бы дух и тело. Дух и тело, да. Это мой был, знаешь, такой посыл, что у нас тело, душа и разум все в одном. Ты можешь прийти, расслабиться, и там и косметология, и ногти, и тренировки, соответственно. И я просто сама еще веду свои какие-то консультации по хелс-коучингу, по нутрициологии. Ну, в принципе, такая, знаешь, модификация здорового образа жизни. Когда у меня люди, знаешь, спрашивают про как попасть, про ценообразование какие-то. Я такой человек, очень странный, кстати говоря, в этом плане. Да. Мне говорят, Лаура, ты что, надо брать деньги. А я иногда могу бесплатно. Понимаешь? Потому что я говорю, слушай, ну, я вот вижу, человеку нужна помощь, но нет у нее денег. Блин, она на себе тянет там детей своих. Ну, как я, что я скажу? Так, мое слово стоит, вот, не знаю, столько-то. Я, конечно, помогу. Я по-другому не умею. Сейчас можно сказать вот такое слово модное, что ты в призвании находишься? Да, ты знаешь, я люблю помогать людям и быть полезной, действительно, что-то привнося. Про то, насколько ты шикарно выглядишь, я думаю, ты слышишь примерно тысячу раз в день, потому что ты выглядишь гораздо моложе своих лет. Ну, понятно, что еще хрупкая такая, как дюймовочка, все равно это тоже определяет, когда сын выше себя там, чуть не на 30 сантиметров. Да, безусловно. Ты даже на интервью пришла без макияжа. Да, я не могу краситься, не люблю. Одна женщина на миллион на такое способна, конечно. Я первый раз с этим встречаюсь. Мне кажется, что я выгляжу хуже, когда я накрашенная. Понимаешь? Вообще. Я тебя не видела накрашенная, так ты выглядишь блестяще. Да, расскажи, пожалуйста, это тоже такой волнительный момент для многих девчонок. Ты знаешь, история с макияжем вообще у меня как бы никогда не задавалась. Единственный момент был, когда мне было там 15-16 лет. Ну, мы все тогда пробовали. Да, я могла краситься. Там мама ушла на работу, и я перед школой тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, бегу в школу такая, накрашенная типа. Но это быстро ушло. Да. Уже к 18 годам я поняла, что мне вообще это не нравится. А мне нравлюсь я сама. Я всегда себя любила. У меня кумиров никогда не было, понимаешь? Я не понимала, как можно любить кого-то больше, чем себя, какую-то другую женщину. Это был тоже вот такой момент странный. Не понимала я. И сейчас не понимаю, честно говоря. Золотыми буквами в рамку твоих словах и каждый распечатал и повесить у себя. Уважать, да. Ценить, да. Но, и ты понимаешь, я вот когда, ну вот про, я, конечно, пробовала краситься, но каждый раз я себе нравлюсь собой. Когда я не накрашена, я могу быть опухшая. Я могу быть, там, не знаю, помятая какая-то. И морщины у меня тоже есть. Но я люблю все. Все. Морщины, помятости, какие-то шрамы на моем теле. Понимаешь, я люблю все. Ухаживаю за собой очень примитивно. Я стараюсь вообще пользоваться исключительно экологической косметикой. Хотя были у меня, не будем говорить, какие бренды всякие, да, их рекламировать условно. Пользовалась. Дорогие статусные, да. Очень дорогие статусные. Но потом я начинала разбираться в их составе, и я просто понимала, что, господи, сколько там вредного, того, что проникает максимально быстро в нашу лимфу и попадает в кровь, потому что кожа это самый быстрый и доступный орган, который быстро все в себя впитывает. Мне становилось страшно. Но ты уже из профессиональных знаний просто поняла, что это не польза, а вред. абсолютный, что это вред на глубинном уровне, что это влияет на мои гормоны, что это влияет на мой обмен веществ. Все это маленькими дозами проникает в меня, и там остается. Некоторые вещи не выводятся очень долгое время, и, соответственно, это старит мой организм. Это забирает мои внутренние силы. И я максимально с годами уже, знаешь, вообще ухожу в супернатурель. Сегодня я встала, у меня есть такое масло специальное, не знаю, если хотите, я потом скажу. Скажи, скажи. Да, это есть такая история By Cosmetic. Мне тоже подружка посоветовала ее. Чистого сердца абсолютно натуральные все компоненты. Она сама делает это все на Бали, и живет там, и у нее там какая-то с вами лаборатория. Ну, возможно, кому-то не подойдет. Мне казалось, что мне масло вообще не подходит с моей жирной кожи. Нет, я уже второй месяц пользуюсь вот этим просто маслом. Я намазала просто маслом лицо, и все. Ну, брови там чуть причесала гелем. Вот, это мой условный мейкс. Прыщи замазала точечно. Да. И реально кожа классно себя чувствует. Я не мажусь никогда целиком кремами, потому что, как я уже сказала, в креме всегда содержится что-то ненужное. И если на всю поверхность нанести... Это просто. Убойная доза. Да, убойная доза. Максимально стараюсь придерживаться всю жизнь, сознательную, уже взрослую, здорового питания. Не потому что это... Знаешь, я сижу там на диетах, никогда не сижу на диетах, обожаю поесть просто. Я, знаешь, такая обжора, что... Это незаконно, это незаконно иметь... Да, я довольно-таки... Да, не то, чтобы не скромничать, ничего, да у меня хорошее тело. Хорошее тело, классный метаболизм. Да, у меня хорошая фигура, у меня... Фу-фу-фу, никогда не было целлюлита, я не знаю, что это такое. У меня плотная кожа, несмотря на то, что мне 41 год там, хотя я считаю, что каждая женщина может так и должна выглядеть. Это норма. Женщина до 45 лет должна выглядеть молодой, ну, и красиво. Это мы, конечно, наша природа, наши нервы, все нас старит, сбитые циркадные ритмы, и все в таком... Наши эмоции негативные нас старят, наша злость, наша желчь. Наши мысли, да, наши мысли. Это в первую очередь. Чистим наши мысли, нашу голову, все, меняется лицо. Это человек добрый. Вот, наконец-то, что-то плохое сможете в адрес Лауры написать. Да как ли изменилось твое лицо? Посмотри на себя. Да, знаешь, я считаю, что до 45 точно каждая должна и может выглядеть хорошо. И я тоже считаю, сейчас время этому благоприятствует. Огромное количество бесплатной информации. Мы теперь знаем, как работать и с телом, и с сознанием. На это не нужны огромные деньги. Абсолютно. Абсолютно точно. Делать какие-то приседания дома, прогулки перед сном, это не требует вообще никаких финансовых вложений, безусловно. Потому тут такой, может быть, еще негатив, знаешь, от аудитории, что вам там легко говорить. Нет. Сколько денег ты на себя тратишь? Ты знаешь, вообще на косметолога я практически ничего не трачу. Я обожаю массажи лица, правда, и я делаю там массаж лица наверное с 20 лет, просто потому что я люблю это. Возможно, это тоже, естественно, пролонгирующая история. Чтобы вы знали, я ни разу в жизни массаж лица например, не делала. Прекрасное лицо. И такое тоже бывает. В смысле, это совершенно, да. Но ты можешь делать это дома понемножку, это же как бы и самостоятельность, делать тот же массажик, а можно и не делать. На косметолога я вообще практически ничего не трачу. Тело стараюсь делать, потому что просто болит. Болит спина от перелетов, ты устаешь все равно, как я уже сказала, и отекаешь все равно. Я, знаете, в носках летаю, таких бабушкиных, а потом смеется. Ну что, ты бабулькины носки взяла? Я говорю, конечно, я не могу без них летать. Потому что отеки. Да. И когда говорят, вот питаться нормально, здорово, тоже нужно много денег. Да нет. Нет, питаться нормально, здорово, тоже не нужно много денег. Любая крупа. Это самая дешевая продукция. Конечно. Там какой-то кусочек мяса, курочка, я не знаю, ну и курицу я стараюсь не есть, там индейка, потому что поменьше химикатов. И зелень тоже недорого стоит. Зелень, все. Я всегда с каждым приемом пищи, с утра в обед, вечером я редко ем, я не могу, не люблю просто, плохо сплю. Всегда, в каждый прием пищи у меня зелень. Такая история, нельзя смешивать огурцы с помидорами, никогда. Вот это наш любимый салат, вы знаете. Шоп-контент. Шоп-контент. Кислоты не совпадают, для организма это тоже стресса, он тяжело это переваривает, не смешивайте, друзья. Огурцы с помидорами, едим всегда раздельно. Ну, фасоль с мясом тоже не едим, два разных белка. Ну, просто тут надо запомнить, белки не смешиваем. Это же тоже стресс для организма, он же тоже работает. Да, он не знает, на что бросаться переваривать. Да, да, да. Поэтому я говорю, что это все можно вести здоровый образ жизни, не затрачивая на это большие деньги. Абсолютно. Вот, кстати, деньги. Хороший вопрос. В завершении нашего интервью не можем про него тоже не поговорить. Тема такая острая, краеугольная. Мы же поговорили, что да, ты состоятельная, благополучная семья, и в принципе, что такое нужда, да, тебе неизвестна. Ты знаешь, нет. На самом деле, вот как раз таки в 90-е годы, да, у меня там мои бабушки, дедушки были очень такие состоятельные, и машины там у них были в свое время. Но в 90-е годы, вот в начале там 2000-х, мы очень скромно жили, мама работала на нескольких работах. Но, видимо, ты знаешь, все равно, я говорю, что вот это вот любовь и тепло семьи, это всегда никуда не делается. Это же такая проверка, знаешь, когда ты в благополучии, вот легко медитировать и всех на свете принимать, сидя на вершине какой-то прекрасной, значит, горы в монастыре. Все говорят, но это не духовный путь, это не работа души и сердца. А когда вот вы, имея благополучие вместе со всей страной, потом в 90-е переживаете, все теряете, тепло в семье остается. Абсолютно все остается. С учетом того, что еще и родители у меня в тот момент развелись, когда я была подростком. Ну, слава богу, там тоже все нормально, они как бы дружим, и все, и мама, и папа, ну, просто там по определенным обстоятельствам. Ты понимаешь, и маме было нелегко, и всем было нелегко, как, понимаешь, большинству людей в нашей стране. И работала на трех работах, и мы помогали там даже и ходить, подрабатывать какие-то условные, чуть ли там не полымы. Ну, на самом деле, никогда не теряли веры. И не то, что мы сидели там, ничего, мы сейчас плохо, но завтра хорошо. Нет, мы просто принимали то, что есть. Будет как будет. Значит, так нужно. Значит, вот сейчас так. Дальше будет по-другому. Как будет, так должно быть. Как мантра моя. Как должно быть, так и будет всегда. Просто, ну, вера в хорошее, она должна присутствовать, но ты ничего иногда не можешь изменить, даже сколько бы ты как рыба об лёд не бился. Поэтому лучше поблагодарить за то, что имеешь. Пусть это, не важно что. И верить в то, что дальше будет по-другому. Как? Жизнь покажет. Ну, не знаю, может, кто-то в это не верит, кто-то верит. Да. Ну, я абсолютно верю в то, что всё не просто так. И если ты доверяешь, и если ты живёшь с чистым, открытым сердцем, если ты не совершаешь каких-то, знаешь, таких глобальных, ужасных поступков, все мы люди, все мы можем совершать, все мы можем ошибаться, оступаться, не важно. Если ты никого не винишь, никого не осуждаешь, что бы ни было, то и, понимаешь, Вселенная, Господь, Он тоже понимает, что ты неплохой человек. Вот это очень важно от тебя слышать, потому что со стороны жизнь, особенно публичных людей, особенно людей состоятельных, у которых красивые социальные сети, кажется безупречной. Но при том, что ты, умная, красивая, рассудительная, умеешь обсуждать, тоже в личных отношениях бывают разводы, бывают расставания, ты можешь жить в недоверии, ты действительно какие-то процессы ровно такие же проживаешь, как все остальные люди, просто этого иногда не видно. Но ты все равно сидишь и говоришь, нет, все равно все будет хорошо, все равно я верю, наилучшим образом все сложится. Можешь подтвердить, если сейчас кажется, что это что-то плохое, и это такое, какое-то незаслуженное испытание, и это такое наказание, я всегда думаю, что это только часть пазла. Мы просто не видим всего замысла, и не можем понять, насколько он глубок, тонок, и да, через неочевидный путь выводит нас к лучшему сценарию. Абсолютно так считаю. И эта ситуация, вот подобные, они даны для того, чтобы мы увидели, почему и зачем. Потому что, если не удастся увидеть, ситуация повторится. Даже если ты из нее выходишь, она повторится, если ты не понял, какой урок должен пройти. Уроки, вся наша жизнь это какие-то определенные уроки. Все люди, которые встречаются, даже самые худшие люди, это самые лучшие наши учителя. И мы должны их поблагодарить за это, за то, что он настолько встретился в нужный момент, в нужном месте, чтобы мы смогли вырасти. Вот у тебя была управляющая, которая с тобой бесчестно в бизнесе поступила. Я ее простила. Простила, сказала спасибо ей, конечно. Таких людей было достаточно на моем пути, знаешь, которые сделали что-то плохое. Даже, возможно, очень сильно меня обидели внутренне. Хотя я такой человек, ты знаешь, я не люблю обижаться, потому что обида это мое. Это не их. Это мне будет плохо. Я всегда прощаю и забываю плохое. И делаю выводы, почему со мной это случилось. Почему именно сейчас, в этот момент, мне пришло это все. Потом просто может не быть. Вот мы с тобой упомянули про 90-е. Мы с тобой ровесницы практически. Это то, что наше поколение объединяет. Мы действительно все были в равных условиях. И те, кто был уже в достаточно осознанном таком возрасте, это прошито в наших генах, в нашем коде. Я тоже была подростком, когда я поняла, что вот мой папа, являясь офицером, с двумя высшими образованиями, являясь командиром вертолетного полка, это большая ответственность, всю жизнь там, защищая, воюя за свою страну, честно, вот этим таким самым тяжелым трудом. Вот они ходили по мусоркам, по мойкам, собирали какие-то стройматериалы, сами там что-то латали, делали, месяцами не получали зарплату. Ой, я это, когда в газете прочитала, там про него статья была, я прочитала уже, будучи взрослой. Я так плакала, потому что я поняла, что я изнутри даже не могла ощутить, насколько моим родителям было тяжело. Они были настолько молодцы, что не плакались при нас, не показывали этого. Ну, гречка и гречка, без мяса и без мяса. И не было никакой трагедии. Я была счастливым ребенком и счастливым подростком. Все были бедные, и мы были бедные, и я ничего другого не знала. И казалось, это окей. Но вот то, чего боятся, опять же, возвращаясь к сериалу, что вот сейчас показали, и вот это возвращение 90-х, вот этот гоп-стайл, вот это решение за счет силы, кто сильнее, тот и прав, что дети наших зрителей, наши с тобой дети, вот они посмотрят, они могут вдохновиться, и что может произойти откат. Я в это не верю по экономическим, культурным, разным, всяким другим причинам. Я много с людьми про это разговариваю. Но ты как думаешь, может ли быть откат и возвращение при ухудшении экономической ситуации, при том, что нужно будет кому-то пойти воровать, чтобы добыть себе пропитание. И вот снова это все организуется. Способны ли наши дети на это, или они уже другие? Нет, я считаю, что они другие все-таки, честно говоря. Не знаю, что будет через 20-30 лет, это уже будет другое поколение, да? Но мне кажется, нет. Эти дети все-таки выращены более сознательными людьми. Да. Говорим о большинстве... Да. Я считаю, что нет. Потому что с ровного места ребенок не может прийти и сказать, о, я был такой классный, а теперь я бандит. Если может случиться подобное, то значит, зерно-то посеяно не сериалом, не вот этим всем, а до этого надо смотреть. Возможно, над ребенком издевались в школе, но значит, это не доглядели учителя и родители. Взрослые, конечно. Это их вина, понимаешь? Да, это ответственность взрослых. Но в большинстве всем все-таки сейчас идет такая волна, что мы поддерживаем, что мы любим детей. И даже детям, прости, в школе имеют право кляузничать на учителей. Иной раз необоснованно обвинять. Поэтому надо очень глубоко разбираться и очень неповерхностно смотреть на проблему. Какие ценности друзей твоего сына, например, сейчас ты же это тоже видишь? Да. Что для них важно? Ну, сейчас они подростки, конечно. Для них важно, как для подростков, ну, когда ты на виду. Да. Вот это вот, знаешь, показать себя. Показать, какой я умный, какой я там, не знаю, красивый. Ну, век социальных сетей мы сами это сделали, придумали, активно эксплуатируем. Но при этом, при всем, я вижу, какие ребята целеустремленные. У них есть уже план и вектор на жизнь. и практически у каждого. Они хотят работать. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, они хотят быть полезными, успешными. И причем у всех есть такая история, что семья должна быть. Семья должна быть, но я буду. Вот пацаны же у меня в основном. Я важный, я главный, а жена вот умная, красивая, с детьми, а я все обеспечиваю. Я говорю, подождите, ребят, ну, жена же тоже должна работать, женщина. Ну, должна, но так, не то, чтобы у нее не хватало на меня времени. Семья, а потом вот у жены типа работа. Я говорю, а вот так вот бывает? Нет, ну, у наших жен так не будет. У наших жен будет все хорошо, мы их типа не бросим и никогда ни с чем не оставим, как это бывает, знаешь, часто. Ну, я очень надеюсь, что так оно и будет, и у них у всех все будет классно. По крайней мере, знаешь, мысли правильные заложены, это же важно. Да, высокая ценность вот то, что ты говорила про Леон образование. Люди смотрят на мир, учат языки, они хотят путешествовать, они хотят быть такими мультикультурными. Вы справедливо можете написать, что школа в каком-нибудь поселке, это не равно дубайской школе или московской школе, или даже там какому-нибудь элитному лицею в Екатеринбурге, где я живу, безусловно, но травля, обзывательство, когда класс бойкотирует одного ребенка. Много ли этого? Долетает ли до тебя? Или это вообще вне твоей реальности? Честно говоря, нет, никогда не было, даже когда он учился в России, не было у нас такого. Да, он учился всегда в хороших школах. Но про хорошие школы тоже снимают фильмы, и там много чего может происходить. Это просто люди. Абсолютно. Но, знаешь, даже когда что-то случается, стараются это все решить на уровне школы, подключают родителей, но стараются, чтобы ребенок никакому психологическому насилию, буллингу не подвергался. Есть дети, которые зажатые, но зажатые они почему? Значит, дома не разговаривают с ними, они родились зажатыми. Я вот не представляю, что у меня, если с Леоном что-то происходило, он бы не пришел и не рассказал мне. Ну, невозможно это. Он придет и расскажет. В каком ключе, это уже не важно. Значит, изначально пошел раскол где-то в семье, что ребенок не может прийти и сказать маме, папе, меня обижают. Ну, получается, мы с тобой сейчас договорим, и возвращаем каждому, кто нас смотрит, взрослому человеку, а мы работаем для взрослой аудитории, ответственность за то, что проживают наши дети. И не сериал воспитывает. Нет, конечно. Не сценариста, не режиссер. Мы воспитываем дома, дома. Своим примером. То, как мы относимся к своим близким, к родителям, к братьям, к сестрам, к бабушкам, к дедушкам, к женам, к мужьям. То, как мы относимся. Если у нас дома, не знаю, постоянный ругань, как ребенок будет по-другому? Если он растет в постоянном состоянии стресса, руганье это видит. Конечно, он будет приходить и агрессировать. Никакого другого вывода, собственно, нельзя, наверное, извлечь. Насилие порождает насилие, любовь порождает любовь. Да. Мы за любовь. Мы за любовь. Абсолютно. Дорогая, я тебя благодарю вообще за твою открытость, за легкий нрав. Это так приятно. Мне будет тоже очень приятно. Я надеюсь, что вам было интересно и приятно. У меня для тебя есть небольшие подарочки. Ого. Да, еще и подарочки. Еще и подарочки. Дорогая, цветы прекрасные. Благодарю. Девочки. Приятно. Такой фруклей, красивый. Цветы-то какие красивые. О, тебе идет. Тебе идет. Спасибо большое. И у нас есть... Еще подарки. Еще подарки, да. Мы даже не говорим, что это спонсор или партнер нашего проекта. Это наш бессменный друг, ювелирный дом Тулупов. Специально для всех героинь. Проекта не принято обсуждать. Ювелиры сделали такую классную форму. Это слезинка. Боже мой. Из розового кварца. Она есть абсолютно у каждой героини, которая пришла, доверила историю своей жизни нашей команде, нашему проекту. У меня такая же слезинка есть. И вот все девочки, которые в течение 7 лет приходят, откровенно рассказывают, делятся своими мыслями. Мы с вами в одном клубе. Это тебе, дорогая. Спасибо большое, что розовый кварц, абсолютный женский знак. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Я буду носить. 100%. Спасибо. Я люблю просто камни. Это же женский камень. И он подходит. И он такой чистый, естественный. Твои естественные красоты. Это очень приятно. Глубым глазам просто безупречно подойдет. Спасибо. Я тебя благодарю. Спасибо вам. Спасибо всей команде. Ребята молодцы такие. И за то, что ты согласилась. Мы за кадром говорили о том, что много предложений и тут нужно выбирать. Потому что важно не скатиться туда, откуда потом литко и неприятно выбираться. Ради 7-минутного. Это то, про что мы говорили сегодня в течение всей беседы. Сейчас очень большой соблазн за это схватиться. Деньги в моменте, слава в моменте. Отжать. Да, да, да. Ты права. Вот этот пик. Ну, жизнь-то длинная. Абсолютно. Чтобы не было стыдно. Спасибо, что нас смотрели. И до встречи на канале «Не принято обсуждать». В новом 2024 году. Ой, всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова